Самоделка, которую мы сегодня будем делать своими руками, крайне актуальна и пригодится абсолютно любому мастеру. Ладно, оставим прелюдию сразу же к делу. В качестве основного материала я буду использовать стальной квадрат сечением 8 мм. Ну или почти 8 мм. Отрезаю два отрезка длиной 46 мм. Отрезаю с небольшим запасом. Отмечу, что по моим расчетам необходимая длина 44 мм. Подгонку под этот размер я буду производить на токарном станке. Очень важно добиться, чтобы обе заготовки были идентичного размера. Насколько это возможно, разумеется. В полученных заготовках необходимо проселить ни много ни мало 7 отверстий диаметром 2,5 мм. Соответственно, под резьбу М3. При этом 4 отверстия должны быть с одной стороны, а 3 с другой. Вот вам лайфхак из разряда хитростей старых, добрых и хороших мастеров, которыми преисполнит Ютуб. Для удобства разметки из последующего сверления можно закрепить деталь на чем-нибудь ровном. У меня это отрезок ламината. В качестве клея можно использовать любой быстросохнущий. Поверьте. Благодаря этому можно произвести ту же разметку и сверление гораздо удобнее. Удобнее и самое главное точнее, чем производить эти манипуляции на коленке. И последний, самый важный совет. Есть ряженку. Побольше. В неограниченных количествах она способствует остроте зрения, твердости рук и не только рук. Эти качества очень важны при сверлении. Очень, очень. Стаканчик, кстати, стоп. На заводе спец. Железобетонка. Она работала давно. И такой, давно помню. Сейчас мне зовут это все. Во всех подготовленных отверстиях нарезаю резьбу М3. Давно планировал, между прочим, попробовать для смазки метчика использовать сало. Как рекомендуют многие мастера различных самоделок. Именно поэтому, взглотнув скопую морскую слезу, жертвую кусочек этого замечательного продукта. Время от времени выкручиваю метчик и удаляю сформировавшуюся стружку мягкой металлической щеткой. Во-первых, за счет этого резьба получится более чистой. А во-вторых, таким образом я исключаю вероятность заклинивания метчика и как следствие его поломку. Я когда-то выковыривал огрызок сломанного метчика и запомнил это удовольствие на всю жизнь. За кадром были произведены в свет еще три похожие на предыдущие детали. Две из них имеют по два отверстия. Кстати, когда я их изготавливал, впервые воспользовался ограничителем глубины, которым оснащен свинильный станок. Прежде, честно вам признаться, я считал эту опцию бестолковой. Оказалось, я ошибался. Благодаря этому простейшему приспособлению можно свинить отверстия на абсолютно одинаковую глубину. Что касается третьей детали, то она отличается от других наличием по центру отверстия с резьбой М6. Следующий этап изготовления нечто подобного на керн. При этом, этот самый керн должен быть подпружиненным. В качестве материала для корпуса я использую латунь. Может быть, лучше было бы задействовать сталь, но подходящей изготовки у меня не оказалось в наличии. Сам кернящий элемент будет выполнен из ролика от подшипника. Сталь лучше для наших целей не придумаешь. И в моем керне, и в моей чертилке применены именно такие ролики. Пользуюсь уже больше года, даже намека на притупление не обнаружен. Затачиваю на алмазном диске, зажав ролик в бормашине. Обороты выставляю минимальные, дабы не спалить металл. Полученную иглу запрессовываю в заранее подготовленную латунную втулку. И для уверенности пропаиваю. В завершении всю деталь в сборе обтачиваю на токарном станке. Простейшее устройство для отбора крови с пальца с целью проведения анализов. Корпус, игла, чик, пружинка, болт. Для пальца самое то. Единственный недостаток, что отбор крови может производиться только при общем наркозе. Последний элемент, который следует изготовить, представляет из себя кроткий болт М6 со сквозным отверстием диаметром 2,5 мм. Забегая наперед, скажу, что диаметр отверстия может быть иным, в зависимости от задач, которые ставит перед инструментом пользователь. Приступаю к сборке. Завинчиваю прижимные винты. Я избрал старые, проверенные временем винты с классическим шлицом. Можно было бы задействовать винты под шестигранник, но, положа руку на сердце, скажу, я их не очень предпочитаю. Пока найдешь под них подходящую биту, пройдут все добрые полчаса. С простым винтом все понятно. Взял прямую отвертку и кручешь себе. И все дела. Дальнейшие сборочные операции каких-либо пояснений не требуют. Если у вас вдруг возникнут вопросы, обязательно пишите их в комментариях, я постараюсь ответить каждому. Итак, что же может наша самоделка? Основных предназначений два. Первое. Поиск и начертание осевой линии. На заготовках круглой, квадратной и прямоугольных формах с размером до 10 мм. Причем процесс происходит быстрее, чем в случае с использованием штангенциркуля, линейки и похожих измерительных инструментов. Во-вторых, инструмент может применяться в качестве кондуктора для сверления отверстий по центру заготовки. Для этого достаточно заменить чертилку болтом с отверстием. Более того, в случае необходимости деталь может быть зафиксирована боковыми винтами. Не буду скрывать, идея сей приспособой принадлежит не мне. Ее, то есть идею, я посмотрел у соседа по гаражу. Еще давно-давно. Все никак не доходили руки сделать. У него, правда, точно такая же аналогичная конструкция, только раз в 5, а то и в 6 больше. Он сварщиком подрабатывает и, видимо, ему очень удобно быстренько разметку раз. Я же сделал небольших размеров, поскольку из заготовки, как правило, я обрабатываю 6-8 мм. Ну, максимум может быть 12. То есть редко, когда работаю с заготовками больших диаметров и больших размеров. Поэтому пока что этого мне хватит. Если что, я повторю в масштабе, мне необходимо. Подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение, будем общаться. Также посещайте страницу в инстаграм мою. Ссылка будет в описании. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok